Так, дальше мы с вами заходим... О нет, мы никуда не заходим. Где здесь можно зайти? Какая-то галерея. Центр's Art Gallery. Тут никого нет, кроме... А, нет, кто-то там есть. Смотрите, какой розовый паук. Таранкул. Розовый таранкул. Ну, очень оригинально. Знаете, или это Stranger Things? Смотрели Stranger Things? Очень оригинально. Согласитесь. Вот это я. А это розовый таранкул. Что здесь еще есть интересного? Аладдин. Скелет. Какая-то странная космическая бабочка. Мигает свет, мне не очень приятно. Короче, смотрите, да? Что это? Какая-то матрешка, не матрешка, космическая куколка. В общем, это чудище. Чудо-юдо. А, вон, посмотрите. Ну, в общем, да, это современное искусство. А остальное все как-то такое. Ну, таранкул, конечно, красивый. Ну, такой он, привлекательный. Привлекающий внимание, так скажем. Короче, я хочу сфоткаться с этими таранкулами. Я думаю, прошу девушек, чтобы они меня сфоткали. Если они будут не против, трогать нельзя руками. Да, сегодня выходной у нас. Но посмотрите на эти толпы. Это просто какой-то кошмар. Да, Лёв? Смотри, сколько. Какие пробки большие. Это выходной день. 30 градусов жары. Люди едут в Юрмалу. И я сейчас посмотрела по Google Maps. Показывает, что эта пробка затянется на 25 минут. Некоторые тут уже съезжали с дороги. Пытались задом куда-то там пялиться. Ну, потому что не готовы столько стоять. Я даже, честно говоря, не знаю, что нам делать. И главное, что я сегодня с утра смотрела. Вот, и еще показывала, что нет пробок. Час добираться. А сейчас вот отсюда час. С этого места. Это уже почти Юрмал. Ну, не знаю. Мы хотим, конечно, на море сходить, пофоткаться. But I don't know. Да. Так, ну что, ребятушки, мы приехали. Вообще-то я хотела изначально ехать в классную очень локацию. Пофотографировать там. Попфотографироваться. Вот. Но в итоге мы приехали. Это как бы тоже Юрмала. Это, наверное, Каугури сейчас. Я только понял, что это не вообще открыто. Это Каугури. Вот. И мы сейчас едем, короче, вот на морюшко. Сегодня мы провели в пробках и в движении, ну, слишком много времени для того, чтобы это путешествие стало enjoyable. То есть, ну, чтобы мы получали от него какое-то удовольствие, хочется уже, конечно, попасть на пляж. Я уже не знаю, хочу ли я какие-то фотки делать или нет. Просто хочется на морюшко и на пляж и что-нибудь покушать. Кстати, красиво здесь достаточно. Сейчас это Каугури. Вот, кецбургер есть, кстати. Мы что, приехали в Каугури? Да, Лёвочка, мы приехали в Каугури. А на море? Скоро приедем. Просто сегодня была огромная, большущая пробка, да? Пробка. Ребятушки, в общем. В общем и целом, санаторий Кемера – это разочарование полнейшее, потому что это совсем не то. Ну, по крайней мере, нам не удалось вообще туда не попасть, ничего. Очень много народу, очень много чего забаррикадировано. Там, короче, был забор, и я там даже ничего не сняла. Да, настроение, так сказать, не очень, потому что... Потому что получилось, что мы два часа провели... Два часа провели, короче, в дороге. Наконец-то хоть приехали куда-то. Аккуратно, там клещи могут быть в лесу. Пойдемте немножко купим мороженое и пойдем уже на пляж. Лёва, есть ягодь. О, ты черничку нашел? Да. Ты можешь ее скушать, да. Это лесная черника, она очень вкусная. Давай, отец делай. Тут, по крайней мере, попрохладнее. Сочинайся. Air, yeah? Much more fresh. Much fresher. Воздух, конечно, гораздо лучше здесь. Ну, мы в лесу сейчас. Тут с парковкой просто капец. Люди паркуются в лесу, потому что все занято. Реально в лесу. Смотрите, машина припаркована, вот, все в лесу. Парковки нет. Я вообще столько народу не видела в Юрмале никогда. Да, и таких очередей. Тем более, это, знаете, не центр Юрмала. Это, так сказать, Юрмальский Задрищинск. Ну, как бы, одна из самых дальних станций. И то здесь припарковаться негде. А, вот, смотрите. Это я видела на сайте. To be honest, I saw it. Это грязевые ванны в санатории Кемере. Много человека там. Тетечка вся в грязи. Я, кстати, видела, да, эту фотку, когда я смотрела локацию этого санатория. Смотрите, это кемпинг. Там очень много народу. Ice cream. Это? Да. Держи. Так, в общем, здесь, смотрите, какой ресторан. Chic. Ресторанчик. Нептунос. Первый раз здесь я нахожусь. Здесь вот такая вот статуя, смотрите. И у женщины, к сожалению, как будто дерево, как будто из металла. На самом деле, там что? Пенопласт. Но ничего. Рука отвалилась. Трезубец. Где там вход вообще? Как сюда зайти? Короче, ребята, ресторан работает. Это очень круто, потому что я дико-дико-дико-дико-дико-голодная. Взяли менюшки, поедим. И до моря здесь буквально две минуты. Лёва там покупает мороженое в ларечке. Но сейчас муж подойдет. Я пока одна, потому что я уже так проголодалась. Мне уже просто не терпелось до сюда доехать. Так, малосольный лосось. Солянка. О, филе лосось, 18 евро. Морской окоень или форель, 12,90. Судак, 11,50. Шашлык. Так, так, так. Наверное, шашлык куриный возьму. Ребят, здесь прям очень много народу. Для Кемери, я даже не ожидала, что здесь будет столько всех людей. Но мы, слава богу, припарковались в лесу, потому что там парковка только для гостей кемпинга. То есть просто так в машину там не оставите. И здесь также есть еще муж пошел уже. О, смотри, девочка там на качелях катается. Детская площадка, фонтан. Прям очень круто. И очень приятная такая вот атмосфера. Называется коктейль «Витамин». Так называется. А у меня, посмотрите, Хьюго. Сто лет не пила Хьюго. Нам уже принесли покушать. Смотрите, муж заказал себе картофельные блинчики с лососем. А у меня салат. Смотрите, какой. Называется Будда... Блюдо Будды. Блюдо Будды. Рис, куриное филе, авокадо и овощи. It's called a Buddha's bowl. This is for me, I think. I think it's a sauce. I think it's a sauce. Сейчас картошку фри принесет, тетя. А меня? Да, для тебя. I just need double-checked whether it's actually for me. Смел сахар. А? Сладкий. Сладкий? Мы думаем, для кого вот это вот? Что это такое? Может быть, это масло? Да, какой-то вкусный. Что-то хочешь. Очень, кстати, быстрое обслуживание. Это соус из семечек сезама. У него вот так вот. Вот так. Отлично. И курица, короче, вот это мое. Порции для Ани. Мы не любим маленькие порции. А вот это вот для Лёвы и для мужа. Я поделюсь с мужем своим шашлыком, потому что он хотел отдельно заказать. Но я ему сказала, что мы с тобой поделимся, потому что, возможно, мне одной чуть-чуть будет многовато. Я это все смешаю, короче. Очень вкусно. Ммм, салат очень необычный. Наверное, такая порция. Не маленькая, я люблю большие порции, как он сказал. Лёв пошел на детскую площадку с мужем. Так, ну что, мы приехали, точнее, пришли на пляж. Народа очень-очень много. Для такой дальней гурмалы это просто огромное количество. Сейчас надо попробовать водичку. Это я, вы меня можете узнать по моим хвостикам. Лёва тут у нас уже играет. А, кстати, печальные новости по поводу парковки. Приехала полиция муниципальная. И всем, кто там стоял, включая нас, лепила штраф. За парковку не положено лепиться. Водичка прохладная. Я снимаю контент для магазина. Старс Бутик. Вообще, магазин называется Старс. Но в Инстаграме он Старс Бутик ЛВ. Оставлю вам, конечно же, ссылочку обязательно на него в описании. У меня будет не только украшение бежутерия. У меня также будет ювелирное украшение. Ну, в основном из серебра пока что. 925-й проба. Посмотрите, какие красивые колечки. Ну, Старс, я думаю, вы понимаете, в переводе значит звезды. Поэтому у меня будет очень много тематики с различного рода звездочками. Потому что... Ну, я вам потом расскажу как-нибудь, почему я придумала название Старс, именно почему звезды. Ну, в общем, такое вот колечко тоже у меня будет в продаже. Это чистое серебро. Оно очень красивое, очень светлое. Не темное серебро. Мне вот очень нравится светлое серебро. Потому что оно очень оттеняет загар на коже. Да и оно вообще в любое время года красиво смотрится, красиво блестит. И посмотрите. И спиры в мир и в любое время года. Пока что у меня только один размер. 52-й. Мне вот идеально он подходит на безымянный палец. Ну, а дальше, если хорошо пойдет, то, конечно же, будут и другие размеры тоже. Так же у меня в наличии будет вот такое вот колечко. Как видите, оно тоже со звездами. И вот у него звездочки по всему периметру. Тоже 52-й размер. Идеально мне подходит тоже на этот же пальчик. Вот вы там видите отметку с пробой внутри. Если хорошо присмотрите. И у меня кажется, оно просто восхитительно. И посмотрите, какое красивое серебро. Это просто восторг. Его можно наслаивать. Сейчас я вам покажу, например, каким образом. Да, его можно носить как и по отдельности, естественно. Посмотрите, как красиво оно смотрится. Как деликатно. Очень элегантно. И в то же время вот эти вот маленькие звездочки, они придают такую вот особенность, изюминку этому колечку. Сейчас я вам покажу, как я еще люблю его носить. Наслаивать одно на другое. Я очень люблю так делать. И в последнее время это очень и очень модно и очень брендово. И у меня здесь три разных, ну, вообще-то два разных золота. Красное золото, желтое золото. Это обручальное и помолвочное кольцо. И серебро. Посмотрите, как круто выглядит. Очень стильно. Как будто у вас, знаете, сейчас продаются такие кольца тройные. Как будто у вас тройное кольцо из трех разных металлов. Мне кажется, очень круто. У нас продолжение отпуска. Вообще, у мужа моего отпуска, кстати, я вам так и не сказала. Наконец-то долгожданный отпуск. Holiday vacation. Holiday time. Хуррай! И мы сегодня, короче, едем в гостиницу, там, где мы были, на мой день рождения. Вот, потому что нам там очень понравилась. Очень классная зона, лаунж-зона около бассейна. И моя мама... Отличная еда, да. Моя мама улюбезно согласилась посидеть с Петей. И вчера и сегодня на выходные, конечно, это нам огромный, огромный просто бонус, подарок, можно так сказать. Потому что мы можем на целый день, благодаря ей, уехать в Петю. Пока что, конечно, такое вывезти еще не может. Посмотрим, может быть, через год мы же возьмем его с собой на подобного рода приключения. Но сегодня мы взяли Лёву, потому что у него через некоторое время очень скоро начинается садик. И мы хотим его еще порадовать классными воспоминаниями о лете, о каникулах. Чтобы прямо вот у него запечатлилось очень много положительных эмоций. Each of these lamp has a chiker. Oh, yeah. Every single one. It's pretty cool. Just one chiker. Chiker сидят на лампах. Я вам потом запишу. Просто сейчас уже не успею камеру. Просто вот идут лампы, и на каждой лампе сидит по одной chiker. Это очень круто. А потом у меня в чокер. А потом у меня в чокер. Забо и шашишки. Это тоже с черебро. Это тоже мой магазин. Stars Boutique. И сережки можно покупать комплектом. Можно покупать отдельно. Я сегодня хочу снимать тоже промо-фото. Мне очень нравится. Тоже Stars Boutique. Мне очень нравятся такие нежные украшения. Вы знаете. Я купила вот такой вот... Ну, я не знаю, что это такое. Типа пицца, не пицца. В общем, с ветчиной и сыром. Хочу сейчас перекусить. И морозный. Сорбет это, на самом деле. Сладкая вишня. Тунель. Мы сейчас едем по дороге. Юрмалу. Также по этой дороге. Поедем в туторей. Кстати, этот отель находится очень недалеко от госпиталя, где родился Петя. Рядно. Тактически рядом. Пицца, Лёв. Пицца вот такую будешь, Лёв? Нет. Я вижу, у папы сидели и пицца висит. Где пицца висит? У папы. Это солнце-пицца. Солнце-пицца? Класс. Надеюсь, сегодня не будет таких огромных пробок, как вчера. Так, ну что, мы заселились в нашу комнатку. Почему мы заселились? Потому что в бассейн на первом этаже нельзя попасть, если ты не зарезервировал комнату. То есть это вот так вот работает. Поэтому, если хочешь пойти в ланж-зону с бассейном, а Лёва очень этого хотел, то нужно резервировать... Что там у меня? Да, нужно резервировать, короче, комнату. Так это работает. На самом деле, я была в шоке, что вообще не было свободных номеров. Вчера ни одного. Реально ни одного. Сегодня вот буквально на пальцах пересчитать. Потому что на родище в Юрмале, я вам уже говорила, просто огромное количество. Сейчас надо будет сделать фоточки с аутвитами, и потом пойдем чилить. Так, ну что, ребят, так я иду в нашу комнатку. Отснимали только что наряд. Это авиаторская куртка. Офигенно! Просто бомбическая куртка. Я вообще не могу дождаться уже, когда у нас будет постоянно холодно, прохладно, чтобы я могла ее носить день изо дня. Так, как ее там? Подождите. Вот. В общем, вот отсняли такой вот образ. Мне кажется, что он выглядит просто офигенно. Авиаторский жаке. Авиаторская кожаная куртка. Да, это не натуральная кожа. Но я думаю, что вы практически не найдете изделия из натуральной белой кожи. Почему? Потому что кожа имеет свойство оставлять, ну, не развода, она, так как это натуральный материал, она может немножко растягиваться, поддаваться и оставлять заломы. И если на черном, на темном, даже на красном, на цвете бургунди, это все смотрится красиво, то на белом в этих заломах будет скапливаться грязь. Просто будет очень быстро видно, что вы эту куртку поносили, заносили, и она потеряет товарный вид. Поэтому сколько я не смотрела у разных поставщиков, у разных магазинах, и, ну, практически не могла найти белой кожаной куртки из натуральной кожи. Просто потому что искусственная кожа, конечно, в белом варианте, это просто вот беспроигрышный вариант. Мне девчонки тоже когда обнимали на воротнике, оставили тоналку, помаду, я просто взяла водичкой, смыла рукой и никаких проблем. И это просто непромокаемый материал, осенью под дождем вы не промокнете, и очень стильно смотрится. Она оверсайз, на мне европейский размер 40, ну, видите, какая она большая, у меня рост 175, и, ну, вот она смотрится по рукавам мне вот идеально, и во всех параметрах идеально. Я люблю рукава вот так вот подтягивать, потому что мне кажется, это смотрится очень стильно, но вообще посмотрите, какой классный образ, очень красивый.